Юлиан Нагельсман может возглавить Ливерпуль, Михаил Мудрик больше не нужен Челси, Трофей для Юргена Клопа, Лука Модрич может вернуться в Загребское Динамо. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике, а перед его началом я хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий, это очень поможет в продвижении ролика. Также у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь все актуальные новости из мира футбола и трансляции матчей топовых чемпионатов, ссылку я оставлю в описании. Руководство Челси рассматривает вариант с уходом Михаила Мудрика в летнее трансферное окно, сообщает Football Insider. Ранее сообщалось, что тренерский штаб Челси, а именно главный тренер Маурисио Почетино считает, что Мудрик не обладает футбольным интеллектом, необходимым для успешной работы в системе клуба. Кроме того, тренерский штаб Челси ставит под сомнение умение футболиста завершать атаки и комбинировать. Михаил перешел в Челси в январе прошлого года за 70 плюс 30 миллионов евро. Действующее трудовое соглашение рассчитано до лета 31 года. Бывший галкипер МЮ Давид Дехея, который находится в статусе свободного агента, а также вратарь Баварии Мануэль Нойер, отказались от перехода в Альнасар, сообщает АС. По информации источника, клуб, за который выступает Роналду, предлагал галкиперам контракты с зарплатой в размере 30 миллионов евро. Также сообщается, что саудовцы ищут вратаря топ-уровня с определенным медийным профилем, такого как Ян Облак, Марк Андре Терштеген, Андрей Лунин или Кейлор Навас. Руководители Манчестер Юнайтед заинтересованы в подписании аргентинского полузащитника Исикеля Паласиоса, который выступает за Ливеркузенский байер. По информации СМИ, красные дьяволы хотят попробовать в летнее трансферное окно договориться с немецкой командой по поводу перехода футболиста. Действующий договор Паласиоса с клубом рассчитан до лета 28 года, а его трансферная стоимость оценивается экспертами в 40 миллионов евро. До этого в прессе были слухи, что заполучить игрока также хотели бы Астон Вилла и Нью-Касл. У Челси худший трансферный баланс в мире за последние 5 лет – минус 782 миллиона евро. В топ-5 антирейтинга входят еще 4 клуба АПЛ – МЮ – минус 773 миллиона, Арсенал – 622, Тотенхем – 608 и Нью-Касл – минус 574 миллиона евро. Лучший трансферный баланс за этот период у Бенфики – плюс 354 миллиона. В топ-5 по этому показателю также входят Аякс – 349, Лиль – 282, Зальцбург – 262 и Спортинг – плюс 220 миллионов. Ла Лига намерена присоединиться к жалобе Севильи, поданной в Королевскую Испанскую Футбольную Федерацию на клубное телевидение Мадридского Реала, которое, по мнению андалусийского клуба, оказывает давление на судей, в случае, если федерация примет решение провести расследование этой ситуации. Об этом сообщает АС. По информации источника, в случае открытия соответствующего дела против телевидения Реала, президент Ла Лиги Хавьер Тебас приложит все усилия для того, чтобы оно было доведено до конца. Тебас имеет напряженные отношения с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом, поскольку последний поддерживает идею создания Суперлиги. Жалоба Севильи была подана, поскольку в преддверии матча 26-го тура против Реала клубное телевидение Мадрида выложило видео, в котором разбирает предыдущие ошибки главного арбитра их встречи. Однако, по информации Марка, в Мадриде не беспокоятся из-за поданной Севильи жалобы. Никакие воздействия других сторон не заставят сливочных сменить свою политику. И клуб продолжит и дальше публиковать любые материалы, как и руководители других команд, которые позволяют себе открыто высказывать любые, даже самые некорректные мысли. Ливерпуль может нанять главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана. Мерсисайдцы рассматривают его в качестве альтернативы тренеру ливеркузенского Байера Хаби Алонса. Об этом сообщает The Telegraph. По их информации, клуб также рассматривает испанского специалиста Рубена Амарима, возглавляющего португальский спортинг. Но приоритетным вариантом остается Хаби Алонса. Под руководством Нагельсмана сборная Германии выступит на домашнем Евро, который пройдет этим летом. Главный тренер Мадридского Реала Карло Анчелотти прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что он пригласил Луку Модрича в свой тренерский штаб после того, как игрок завершит карьеру. «Модрич в тренерском штабе? Я не знаю, чем он будет заниматься в будущем. Он по-прежнему невероятный игрок. Он сам определит свое будущее. Я не говорю об этом с вами, журналистами», — приводит слова Анчелотти Фабрицио Романа. Также по поводу Модрича, хорватские СМИ сообщили о том, что президент Загребского Динамо позвонил Луке и предложил вернуться в клуб в следующем сезоне. 38-летний хавбек рассмотрит этот вариант в продолжение карьеры. «У Модрича остался год по контракту с Мадридом, и, конечно, я поговорю с ним. Как Динамо может не хотеть вернуть Луку? Я знаю членов его семьи, и для него есть смысл вернуться в наш клуб на закате карьеры». Ранее Модрич принадлежал Загребскому клубу с 2003 по 2008 год. В его активе 94 матча и 26 голов. Бывший нападающий Ман-Сити и сборной Аргентины Серхио Агуэра может на непродолжительный срок возобновить карьеру футболиста, которую он завершил в 2021 году из-за проблем с сердцем. Аргентинский индепендиент заинтересован в услугах игрока. Об этом сообщает Мундо Депортиво. Ранее Агуэра в прямом эфире позвонил врачу-кардиологу и спросил, способен ли он провести на поле 10-20 минут игрового времени. Специалист ответил Серхио, что если он наберет физические кондиции, то у него не должно возникнуть проблем со здоровьем. Сообщается, что Агуэра может провести несколько товарищеских матчей в составе Индепендиенте и окончательно завершить карьеру футболиста. Аргентинец является воспитанником этого клуба. В его системе он находился с 2003 по 2006 год. Контракт Леонардо Спинацолы с Ромой истекает ближайшим летом и, похоже, он уже нашел себе новый клуб. Будущее Спинацолы в мире футбола окутано неопределенностью и ожиданиями. Итальянский игрок, находящийся под влиянием своего близкого окружения и имеющий тесные связи с Ювентусом под руководством Давида Липпе, находится на решающем перепутье в своей карьере. Несмотря на заманчивые предложения от клубов, готовых предложить ему выгодные контракты в Саудовской Аравии, Спинацолы остается верен своей страсти к настоящей и конкурентной игре. Поскольку срок действия его контракта подходит к концу, а в январе его агент заявил об отсутствии перспектив продления контракта с Ромой, Спинацолы внимательно следит за развитием событий в Италии и Европе. Недавняя смена руководства Ромы с приходом Даниэля де Росси изменила ход событий для чемпионов Европы. Прежде чем рассматривать какие-либо экзотические предложения, Спинацолы предпочитает изучить возможности в родной стране, а также на европейском континенте. И возможное возвращение в Ювентус его очень бы заинтересовало. По информации Кольцо Мерката, туринский клуб в свою очередь проявляет интерес к рынку свободных агентов, и включение Спинацолы было бы вполне вероятным вариантом, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу его физической формы. Ювентус тщательно рассматривает этот вариант, не торопясь и не возлагая на него больших надежд, но оценивая все возможности, прежде чем полностью их исключить. Будущее Спинацолы в футболе, похоже, связано с судьбоносным решением, которое может определить его карьерный путь на долгие годы вперед. Руководство Мадридского Реала отклонило предложение одного из представителей левого защитника Милана Тео Эрнандеса о возвращении игрока в стан сливочных. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес Демон. По его информации, представитель игрока получил отказ со следующей формулировкой «Мы уже участвуем в другой операции». В этой связи источник подчеркивает, что трансфер левого защитника Баварии Альфонсо Дэвиса в Реал становится все более реальным, поскольку руководство Мюнхенского клуба склоняется к тому, что ему не удастся удержать канадца. Действующий контракт Дэвиса с Баварией рассчитан до лета 2025 года. Клубное будущее Марка Ройса пока неизвестно. Летом немец может выбрать неожиданное направление. Его контракт с Дортмундской Баруси рассчитан только до конца июня. Футболист еще не объявил, что летом точно покинет свой нынешний клуб. Турецкие СМИ утверждают, что интерес к Ройсу проявляет Трапзанспор. Первые предложения были сделаны еще зимой, но тогда футболист и слышать не хотел о трансфере. Вместо этого турки привлекли зимой другого игрока Баруси, Тома Минье. Полузащитник лондонского Челси Конор Галлахер может трудоустроиться в другом клубе АПЛ. Об этом рапортуют журналисты Тим Толк. Согласно их сведениям, в подписании Хавбека заинтересован Тоттенхэм. Сумма потенциального трансфера оценивается в 50 миллионов фунтов. Главный тренер Шпор Анги Пастикоглу является инициатором этой сделки. В текущем сезоне английской премьер-лиги полузащитник провел 24 встречи, записав на свой счет два забитых мяча и четыре голевые передачи. Себастьян Шиманский интересен топ-клубам АПЛ. По данным Тим Ток, 24-летний полузащитник Фенербахче и сборной Польши интересен Манчестер Юнайтед, Арсеналу и Тоттенхэму. Скауты всех трех клубов посещали Турцию и наблюдали за игрой Себастьяна. Утверждается также, что поляк интересен Милану и Интеру. Однако они вряд ли выиграют борьбу за футболиста у английских команд. Фенербахче хочет за Хавбека 30 миллионов фунтов. Владелец Милана заявил, что клуб открыт к сотрудничеству с партнерами. Сообщалось, что Суверенный фонд Саудовской Аравии надеется приобрести у Redbird Capital контрольный пакет акций итальянского клуба. «Я работал на протяжении 20 лет в Goldman Sachs, и у меня вызывает улыбку, когда кто-то думает, что я настолько наивен, чтобы поверить в выплату долга в течение 18 месяцев. Я в Милане надолго, и если бы все зависело от меня, то я бы остался здесь навсегда». На данный момент многие на Ближнем Востоке заинтересованы в инвестировании в спорт, и мы открыты к сотрудничеству с потенциальными партнерами. «Они могли бы присоединиться к нам либо в качестве спонсоров, либо партнеров при строительстве нового стадиона, либо как миноритарные акционеры. Но, как я уже говорил, я не собираюсь продавать контрольный пакет», — сказал Джерри Кардинали в интервью «Кальцио Ефинанза». Королевская Испанская Футбольная Федерация лишится 5 миллионов евро в случае, если Барселона или Мадридский Реал не окажутся в числе двух лучших команд по итогам нынешнего розыгрыша. Испанские примеры. Об этом сообщает Мунда Депортива. По информации источника, у федерации заключен контракт с Саудовской Аравией, где в январе проводится Суперкубок Испании, согласно условиям которого, в случае, если Барса или Реал не будут представлены на этом турнире, саудовцы вправе заплатить на 5 миллионов евро меньше за отсутствие каждой из команд. Общая сумма, которую Саудовская Аравия платит Испанской Футбольной Федерации за то, что Суперкубок Испании проводится в их стране, составляет 40 миллионов евро. В Баварии подтвердили скорое назначение Макса Эберля спортдиректором клуба. «Думаю, это хороший вариант. Я уже говорил, что чем более компетентным и качественным будет руководство клуба, тем лучше», — сказал исполнительный директор Баварии Ян Кристиан Дрезан. Пост спортивного директора в Баварии остается вакантным с тех пор, как клуб покинул Хасан Салихамиджич. Вчера состоялся финальный матч Кубка Английской Лиги, в котором встречались Челси и Ливерпуль. В середине первого тайма Кайседе жестко сыграл на Гравенберге. После этого футболист Ливерпуля не смог самостоятельно покинуть поле. Его унесли на носилках. Примечательно, что после этого эпизода игрок не получил ни красную, ни желтую карточку. Пишите в комментариях, стоило ли наказывать Мойсоса за такую игру. На 32-й минуте Рахим Стерлинг отметился забитым мячом, однако гол отменили из-за офсайда у его партнера по команде. На 60-й минуте после навеса Эндрю Робертсона забил Ван Дайк, но гол также был отменен из-за офсайда. Основное время матча завершилось в ничью 0-0. А уже в самой концовке на 118-й минуте после навеса на ближнюю штангу все тот же Ван Дейк обыграл в борьбе на втором этаже Михаила Мудрика и отправил мяч головой в дальний угол, забив победный мяч. 1-0, трофей для Ливерпуля.